С визитом в Тамбов прибыли представители Комитета по делам семьи, женщин и детей Государственной Думы Российской Федерации. Женская делегация посетила учреждение оказания помощи, чтобы оценить и перенять успешную деятельность семейной политики нашего региона. Впечатление от увиденного в материале Светланы Болдиной. Как и в каких условиях оказывают помощь детям и родителям в области, гости увидели своими глазами. Первой остановкой стал многофункциональный центр оказания комплекса услуг семьи и детям. В центре помогают детям с ограниченными возможностями здоровья. В этом году большую работу ведут с детьми с расстройством аутического спектра. Для этого есть сенсорная комната, массажный кабинет, зал лечебной физкультуры и любящие профессионалы. Все то, что так необходимо таким деткам. Обученные специалистами родители могут присутствовать на занятиях в качестве тьютеров, иначе наставников. В итоге дети чувствуют себя в полной безопасности и добиваются результатов быстрее. В нашем центре работают различные службы. Мы применяем различные технологии по работе с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Так как это является отдельной деятельностью нашего центра. Это и арт-терапия, и СБР-технология. Особое место в гостевом визите занял перинатальный центр. Председатель комитета по вопросам семьи женщин и детей Государственной Думы Российской Федерации Тамара Плетнева выразила благодарность главному врачу больницы, в которой с момента открытия появились на свет уже 773 ребенка. Мы очень рады, что такие вот учреждения, такие здания стали появляться по всей стране. Здесь выхаживают новорожденных весом недостигшим и 500 граммов. Такой центр построили. Я давно хотела зайти, но как-то все время он еще не открыт был, не открыт. Сегодня я первый раз. Конечно, здесь спасут. Спасут любую мамочку и ребенка любого. Поэтому, конечно, прекрасно. Мне бы еще хотелось, чтобы у нас в каждом районе было родильное отделение. Депутаты Государственной Думы высоко оценили эффективную работу учреждения региона, назвав Тамбовщину образцом успешных социальных практик в сфере помощи семьи и детям. Светлана Болдин, Олег Осипов, Олег Щербаков. Область новостей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...